приветствую всех сегодня подготовил бесплатную лекцию о том как переехать сша по бизнесу на амазоне при помощи бизнес визе едва о том как переехать сша по бизнес визе l1 я сниму отдельное видео это же будет бесплатно данное видео является очередным эпизодом серии роликов открывай бизнес получая визу кроме того это сокращенный вариант бесплатной лекции о том как построить бизнес на амазоне и получить визу едва если вам интересно посмотреть полную версию этой бесплатной лекции то в описании к этому видео я оставляю линк переходите я вам пришлю бесплатную лекцию досмотрите это видео до конца и в конце вас ожидает сюрприз я приготовил вам подарок итак в этой лекции я расскажу о том почему бизнес на амазоне самый лучший бизнес для переезда в сша вы получите пошаговый алгоритм как переехать сша в бизнес визе едва при помощи бизнеса нам на зоне вы получите доказательства о том что этот бизнес прибыльный вы узнаете о том какие документы вам необходимо собрать если вы хотите переехать по бизнес визе едва а также вы узнаете сколько необходимо денег для инвестиций бизнес на амазоне для переезда в сша и что делать если инвестиции не хватает начну я с того что я расскажу о том, почему бизнес на Амазоне является лучшим бизнесом для переезда в США по бизнес-визе Е2. Любой бизнес, который вы откроете в США, если он квалифицируется для получения бизнес-визы, может являться основанием для получения бизнес-визы Е2. Поэтому мы не утверждаем, что только бизнес на Амазоне может быть основанием для получения любой бизнес. Например, самые распространенные виды бизнеса для переезда в США – это траковый бизнес и аренда автомобилей. Поэтому я сравниваю бизнес на Амазоне по модели Арбитраж с этими двумя видами бизнеса, по которым обычно переезжают в США по визе Е2. Но, во-первых, для того, чтобы переехать в США по траковому бизнесу или по бизнесу аренды автомобилей, необходимо минимум 120, вообще говорят, минимум 150 тысяч долларов. Создавая же бизнес на Амазоне, вы можете начинать и с меньшей суммы. Дело в том, что открыть бизнес на Амазоне не обязательно сразу начинать с больших затрат. Этот бизнес хорош тем, что вы сами регулируете, сколько вам необходимо инвестировать денег. То есть, грубо говоря, вы можете свести все инвестиции только к закупке товара. И на первом этапе минимизировать расходы на создание бизнеса. Что нельзя сделать, если вы откроете траковый бизнес или аренда автомобиля. Потому что первый шаг начинается с того, что вы должны купить автомобили. То есть, потратить сразу 100-150 тысяч. А в случае, если этот бизнес прогорит, то вы сразу теряете все деньги. Если мы сравниваем по критерию самостоятельность, то, конечно же, бизнес на Амазоне это абсолютно самостоятельно. То есть, зависит от вас бизнес. То есть, вы решаете, что купить, когда купить, сколько купить, какие у вас товарные запасы, по какой цене продавать. Вы сами определяете, чего нельзя сказать о бизнесе траковом или аренда автомобилей. Потому что в этом бизнесе, а еще учитывая, что вы не находитесь в США, когда получаете бизнес-визу, фактически управляет вашим бизнесом оператор, который обслуживает ваши автомобили, находит вам загрузку, находит вам водители, находит вам страховую компанию. Все делает оператор. Поэтому вы полностью зависите от него. Во-первых, потому что у вас нет опыта. А во-вторых, потому что вы до этого никогда не делали этот бизнес в США. То есть, вы доверяетесь профессионалам. Поэтому бизнес на Амазоне выгодно отличается по этой категории, то есть, самостоятельность, где вас не нужно обучать, как торговать. Потому что, если вы предприниматель, вы уже делали это много раз. Ну и, как следствие несамостоятельности, контроль за финансами также в траковом бизнесе и в бизнесе аренда автомобиля не контролируется вами. Ну, во-первых, потому что вы сразу все деньги вложили в покупку автомобилей. То есть, вы уже их не контролируете. И далее, по независимым от вас обстоятельствам, ваш бизнес может приносить в том числе и убытки. Вы не можете контролировать аварии, вы не можете контролировать угон автомобиля, вы не можете контролировать на обстоятельства, которые уменьшают стоимость ваших автомобилей. Чего нельзя сказать, если вы ведете бизнес на Амазоне. Вы полностью контролируете свои финансы. Только вы принимаете решение, сколько и когда вложить в закупку. Что купить и по какой цене продавать. Ну и последнее, но не единственное. Я хотел бы сравнить возможность выхода из каждого вида бизнеса. Под выходом я имею в виду продажу бизнеса. То есть, например, если вы захотите продать бизнес на Амазоне, то вы выручите 30, 40, а иногда 50 иксов от вашего месячного оборота. А как правило, если вы захотите продать свой бизнес траковые или аренды автомобилей, то через год, через два этот бизнес может стоить меньше, чем на старте. Потому что покупали вы новые автомобили, через 2-3 года их износ может значительно уменьшить стоимость вашего бизнеса. Для того, чтобы не быть голословным, я вам покажу несколько слайдов с сайта Empire Flippers. Сайт Empire Flippers это не единственный сайт, на котором продаются бизнесы. Но просто этот сайт, он больше продает и коммерс бизнесе. Поэтому я беру примеры с этого сайта. В частности, я хочу вам показать, сколько стоит бизнес на Амазоне, если, например, вы зарабатываете 2675 долларов в месяц. В этом случае вы можете просить за свою компанию более 100 тысяч долларов. Если же ваша компания уже приносит вам чистыми более 10 тысяч долларов в месяц, то такую компанию вы можете выставить на продажу на этом сайте за почти полмиллиона долларов. А если же вы успешно начали бизнес, а я вам скажу, что по модели арбитраж уже ко второму, к третьему месяцу вы выйдете на обороты в 20-30 тысяч долларов. Он зависит от того, сколько вы будете инвестировать. То есть очень быстрый старт. То есть если вы выйдете на 32 с лишним тысячи долларов чистого заработка в месяц, то такую компанию вы уже будете продавать за 1 384 000 долларов. При этом обратите внимание, эта компания была открыта всего примерно год назад. Но здесь я хотел сказать, что успех обеспечен, если вы занимаетесь по модели арбитраж на Амазоне. Я далее расскажу, что это за модель и формула успеха по этой модели. Ну, во-первых, потому что вы продаете товары на площадках, которые посещают огромное количество покупателей. Далее я вам покажу, сколько посещают первую десятку самых больших маркетплейсов. Во-вторых, потому что вы продаете, если вы действуете по модели арбитраж, только брендовые и только высоковостребованные вещи. Поэтому товары такие пользуются большим спросом. Третье, это потому что вы сами решаете, сколько покупать товара, а значит, сколько вы хотите заработать. То есть, чем больше вы купите, тем больше вы заработаете. Ну и последнее, потому что вы покупаете товар в 5, а иногда в 10 и больше раз дешевле, чем он продается на Амазоне. На этом слайде я хотел прокомментировать только одну цифру. На Амазоне за одну минуту продается 7400 товаров на сумму 200 тысяч долларов, что означает, что за одну секунду продается более чем на 14 тысяч долларов на Амазоне. Этот слайд демонстрирует, что площадка Амазон самая большая e-commerce площадка в мире. Здесь я для вас подобрал 10 самых больших площадок, но хотел остановиться хотя бы на трех. На первом месте, безусловно, Амазон, который занимает почти 40% всего e-commerce США. И Амазон ежемесячно посещает 2 миллиарда покупателей только в одном США. На втором месте разместился eBay. И почти 700 миллионов человек, покупателей, посещает ежемесячно этот сайт. И немного менее 400 миллионов посещает площадку Walmart. Это самая большая сеть магазинов в США. Ну и параллельно они развивают свой e-commerce платформу, которая очень похожа на Амазон. И любой желающий может также зарегистрироваться и продавать на этой площадке. Как я сказал, для тех, кто досмотрел это видео до конца, то в описании к этому видео я оставляю ссылку на список складов, где мы покупаем такие товары. Кроме того, в описании вы найдете ссылку на бесплатную лекцию о том, как самостоятельно построить бизнес на Амазоне и получить бизнес-визу. Переходите по ссылке, и там еще несколько сюрпризов для вас. Спасибо за внимание.